Теперь возвращаемся к Дмитрию и атомной промышленности Украины, к тем угрозам, которые стоят перед атомными станциями. Да, ну мы сейчас практически в прямом эфире наблюдаем последствия ударов России по всей территории Украины, и в частности последние месяцы, недели идут целенаправленные удары именно по энергетической инфраструктуре, то, что отключается свет, это целенаправленная работа, то есть бьют по всей территории, по ключевым точкам энергосистемы, и это влияет на все электростанции, в том числе на атомные. Я начал тут свое выступление с того, что в Украине есть большая атомная промышленность, и очень много объектов, в том числе атомных электростанций, и все эти объекты так или иначе подвергаются угрозам, в том числе вот те атомные станции, которые даже не находятся на захваченных территориях, за счет того, что бьют по энергосистеме, по ключевым подстанциям и так далее, есть риски отключения электросети, остановки этих энергоблоков, даже в тех территориях, которые не находятся непосредственно близко к линии фронта. Какие еще были, скажем так, риски? Я подойду к Запорожской ОВС, собственно, именно о ней более подробно написана эта статья, поэтому, может быть, не буду сильно на ней останавливаться, но в хронологическом порядке скажу, что в первый же день войны была атака на один из самых известных ядерных объектов Украины, Чернобыльскую электростанцию, Чернобыльская зона, именно через нее российские войска заходили и шли на Киев. То есть задачи не было захватить эту станцию, но она была просто по пути, ближайшая дорога на Киев, поэтому Чернобыльская зона была захвачена в первый же день этой войны. И она заходилась, была оккупирована, ну, около месяца, чуть больше, примерно в марте оттуда ушли российские войска. И это, кстати, тот объект, вот как Алексей говорил, что очень сложно проводить какие-то оценки, количественные особенно, да, только, может быть, качественные, того воздействия, которое случилось. В отношении Чернобыльской зоны можно как раз, ну, там реально есть воздействие, есть воздействие именно радиационного фактора. В отличие, кстати, несмотря на масштабы ядерных угроз, инцидентов именно с выходом радиации пока, к счастью, не было на других объектах, за исключением вот как раз Чернобыльской зоны. Потому что через нее проходило большое количество техники, техники гусеничной, она ходила не только по дорогам, поэтому вот этот ущерб, он явный и очевидный, и уже вполне с ним, по оценке его, вполне, наверное, когда украинские ученые бы начали работать, но есть, опять же, ограничения, связанные с разминированием территории, с доступом в эти участки и так далее. Ну, там еще была история с копанием окопов и так далее, здесь тоже уже вполне возможны какие-то количественные оценки. Ну, к счастью, этот объект российские войска покинули, и, в общем, он сейчас находится под украинским контролем, и даже международным контролем, потому что Международное агентство по атомной энергии совершило туда несколько миссий, провело свои оценки и так далее. Другие объекты также подвергались атаке ближе к линии фронта, например, в Харькове, который был там в осаде практически долгое время, там есть исследовательский институт, есть исследовательский реактор, он тоже подвергался атаке. К счастью, даже в само здание, собственно, не попали, но риск такого поражения этого ядерного объекта был, и такие риски остаются. Самый крупный ядерный объект, который сейчас является предметом, собственно, беспокойства всервого мирового ядерного сообщества, это, конечно, Запорожская атомная станция, это действующий объект, в отличие от Чернобыльской, которая уже 20 лет не работает как электростанция, но там много ядерных материалов. Запорожская электростанция, это для понимания, это крупнейшая атомная электростанция Европы и одна из крупнейших в мире. По сравнению, в Украине есть 4 атомных электростанции, Запорожская по мощности, как 3 остальных, 6 энергоблоков, каждый по 1000 мегаватт, таких мощных электростанций нет ни в Европе, ни даже в России. Соответственно, это крупный объект, он сейчас захвачен, он сейчас восстановлен и не работает, и к вопросу как раз о том, что в Украине нет электроэнергии, одна только эта электростанция давала примерно 20-25% электроэнергии до войны. Сейчас она этого не выдает, поэтому это важный объект просто, в принципе, для будущего Украины, который необходимо, естественно, вернуть, чтобы он заработал, чтобы он остался в функционирующем состоянии. Это важно для мирной жизни. Этот объект захвачен практически в первые недели, с марта туда зашли российские войска, причем этот заход сопровождался, в отличие от Чернобыля, боестолкновениями, там погибли люди. К счастью, эта перестрелка, она была немножко вдали от самих ядерных объектов, потреблял тренировочный центр. 8 месяцев эта станция находится в оккупации, все это время там работает украинский персонал. Там не произошло такого, что привезли русских ядерщиков, они сели за пульты и стали управлять. Нет, станция долгое время работала, часть, минимум 4 энергоблока долгое время работали, работал украинский персонал. И станция формально подчинялась Украине. И Россия даже не претендовала на то, что она пользуется этой станцией. Только в октябре, с проведением так называемых референдумов, с попытками присоединения и территорий захваченных, были и приказы Путина о том, что станция тоже передается Управлению России. То есть, по крайней мере, теперь официально Россия попыталась взять ответственность за этот объект, хотя, понятно, что в общем смысле человеческом ответственность уже и так все эти месяцы была на России. Какие риски там были? Подробно в статье это описано, но наибольшие риски связаны были, конечно, с тем, что в августе и сентябре были наиболее интенсивные обстрелы самой даже станции. Такого вообще не было в истории мировой атомной энергетики. Были прилеты, ну, не в сами энергоблоки, но рядом с ними. Здесь важно понимать, что, да, этот риск остается того, что какая-то случайная лиценоправленная ракета может попасть в сам энергоблок. Но здесь важно понимать принципиальные отличия, потому что как раз это очень беспокоит всех, об этом очень много пишут, пишут в прессе, сколько Чернобыля это может, на что это может быть похоже и так далее. Но здесь важно понимать несколько вещей, что конструкционно Запорожская АЭС сильно отличается от Чернобыльской станции. Это реакторы ВВР-1000, у них другая конструкция, они чуть более защищенные. Это не должно никого успокаивать, потому что они все равно не предназначены для того, чтобы... Это не военный объект, это не бункер. Все равно попадание современной ракеты, современное вооружение способны это все разрушить. Тем не менее, вероятность... Должно быть сочетание гораздо большего числа факторов, чем просто попадание снарядов. Поэтому потенциально возможна авария с большим выбросом радиации в случае повреждения какого-то энергоблока, но вероятность этого, скорее всего, не очень большая. Гораздо более вероятно и гораздо более проще, и это уже происходило, повредить какие-то сопутствующие системы. Чаще всего, и это уже происходило, повреждались подстанции на самой... То есть система выдачи электроэнергии самой электростанции. Как ни удивительно, но даже самой электростанции нужна электроэнергия извне, когда она остановлена. Потому что ядерное топливо, даже если реактор не работает, оно продолжает греться. Его нужно охлаждать, для этого нужно качать воду, должны работать насосы, для этого нужна электроэнергия. Если станция не работает, и внешнего электроснабжения нет, топливо продолжает греться, и потенциально это фокусимский сценарий. То, что случилось в фокусиме в 2011 году, обесточивание, начинается греться топливо, начинает плавиться, там были еще водородные взрывы, то есть был воздушный выброс и проплавление вниз, загрязнение грунтовых, поверхностных вод. То есть это крупный ядерный инцидент, и вероятность его на Запорожской АЭС гораздо выше, чем повреждение самого энергоблока от ракеты, но пока этого, к счастью, не случалось. Несколько раз за эту осень, наверное, уже 5 или 6 раз, было полное обесточивание электростанции, работали резервные дизель-генераторы. Это уже практически начало вот этого фокусимского сценария. Но пока, к счастью, резервная система электроснабжения работает, и до каких-то критических вещей не довели. Еще важная вещь, что станция остановлена. В сентябре были заглушены все 6 энергоблоков, 2 из них работали до последнего момента, их остановили. И в таком состоянии она чуть более безопасна, чем когда она работает. Потому что если пройдет обесточивание работающего энергоблока, и не сработают дизель-генераторы, то счет времени до расплава топлива, он исчисляется часами. В текущем состоянии, когда энергоблоки остановлены уже несколько месяцев, у них гораздо меньше температура, им нужно гораздо меньше энергии, чтобы их охлаждать, даже если не сработают дизель-генераторы, счет идет на сутки, несколько суток, возможно. Это просто больше возможностей для персонала принять какие-то меры, и это потенциально, если у них ничего не получится, это потенциально меньше масштаб возможной аварии. Потому что выброс будет меньше, меньше радионуклидов и так далее. Поэтому надо следить за тем, чтобы эти блоки и оставались в таком состоянии, пока есть все эти риски и обстрелов, и обесточивания, которые остаются. Важно здесь сказать и отметить роль международного сообщества, потому что атомные энергетики и вообще ядерные технологии – это вещи, которые очень беспокоят. Не случайно мы сейчас их обсуждаем. Это вещи, которые связаны в том числе с ядерным оружием, в том числе с рисками терроризма, грязная бомба, о которой сейчас все говорят. Поэтому использование ядерных технологий, оно давно поставлено под международный контроль. Существует Международное агентство по атомной энергии, это структура внутри ООН, где работают профессионалы, которые занимаются тем, что они проверяют мирные объекты на предмет того, чтобы эти мирные технологии не использовались в военных целях. Они активно, скажем так, включились в текущую ситуацию, хотя это совершенно нетипичная для них роль. То есть как мы сейчас впервые в мире наблюдаем ситуацию захвата атомной станции, крупной атомной станции в ходе военного конфликта, также международные институты к этому не были готовы. Ни юридически, ни организационно, ни по составу тех людей, экспертов, которые в них работают. Но тем не менее, надо отметить, что, в общем-то, и глава МАГАТЭРов, Эль Гросси, пусть не сразу, его сильно критиковали, в том числе и я, за первые месяцы, потому что они не знали, что и делать и как. Но тем не менее, после освобождения Чернобыльской станции они приехали, стали заниматься тем, что помочь, как помочь и так далее, привозили оборудование. И они добились все-таки того, что в начале сентября они туда приехали, на захваченную территорию, на станцию, которая захвачена Россией. В ходе этой войны мы видели, что очень сложно получается договориться о каких-то вещах. Мы видим зерновую сделку, которая срывается и так далее. То есть очень мало вопросов, по которым можно как-то договориться. По ядерному вопросу, к счастью, усилиями МАГАТЭ во многом, я думаю, удалось, по крайней мере, обеспечить эту миссию. С одной стороны, она не остановила войну, она не позволила перевернуть станцию законному владельцу, но тем не менее, там остались эксперты, они до сих пор там находятся, они рискуют своей жизнью на самом деле. Четыре человека там на постоянной основе находятся каждый день. Они докладывают информацию непосредственно МАГАТЭ. До этого мы могли слышать только заявления России, заявления Украины, и мы плохо могли понимать, ну, вообще мировое сообщество, что там происходит реально объективно. Сейчас там есть инспекторы, они ходят, они получают, да, они получают не всю информацию, но тем не менее, это уже более объективная картинка. Им удалось, они сейчас ведут переговоры, опять же, глава МАГАТЭ ведет переговоры о создании демилитаризованной зоны. То есть вообще, что делается в этой ситуации, непонятно, но вот такое предложение существует. С сентября это обсуждается уже несколько месяцев. Я, честно говоря, смотрю довольно пессимистично на эту идею, но тем не менее, это вариант, если его удастся реализовать, это будет хорошо. То есть о чем речь? О том, чтобы войска с этой станции ушли, потому что, ну, это вообще недопустимо, чтобы военные, тем более чужой страны, присутствовали на атомной станции, использовали как какую-то свою базу, либо место для нанесения ударов. При этом они сами выступают с законной военной целью. То есть введение боевых действий на атомной станции недопустимо совершенно. Поэтому идея демилитаризованной зоны, чтобы войска вышли, любые войска, и российские, и украинские. То есть если уйдут российские войска, чтобы украинские не занимали эту станцию. Просто чтобы она была в каком-то периметре огорожена, и там боевых действий не было. Тем не менее, почему пессимистично я смотрю? Как мы видим, сейчас Россия бьет по всем объектам инфраструктуры, в том числе по ключевым подстанциям Украины. И последние обесточивания Запорожской АЭС были связаны с тем, что удары наносились уже не рядом со станцией, а где-то вдалеке. Но тем не менее, отключались ключевые подстанции, которые связывали эту Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. То есть даже если сама станция не будет подвергаться удару, есть, к сожалению, в текущем конфликт и возможности у сторон влиять на ядерную безопасность на этом объекте. Поэтому самым безопасным будет как можно быстрее прекратить эту войну. О чем можно еще сказать в плане перспектив? Как я сказал, все риски остаются, обстрелы остаются, есть риски попадания и в сами ядерные объекты, и дальнейшего обесточивания. Сейчас наступает зима, сейчас Запорожская АЭС не только давала 20% электроэнергии Украины, она еще обеспечивала теплом ближайший город Энергодар, который сейчас находится тоже на оккупированной территории. Соседняя Запорожская ТЭС, угольная электростанция, не работает. По разным причинам, может быть, она либо повреждена, либо там в сложности с завозом топлива. Но единственный источник тепла для города Энергодара, чтобы он не замерз зимой, это та же самая Запорожская АЭС. Сейчас уникальную операцию там специалисты проводят, украинские по-прежнему специалисты, под огромным давлением России. О том, чтобы перевести там два блока, сегодняшняя новость была в том, что шестой блок уже, то есть уже два энергоблока переведены в режим из холодного останова в горячий останов. То есть реакторы не запущены, но, скажем так, их температура повышена за счет распада топлива, работы насосов и так далее. То есть таким косвенным путем пытаются использовать эти объекты, опасные ядерные объекты в таких опасных условиях, для все-таки решения тоже важных задач на самом деле. То есть здесь нужно выбирать какой-то, делать сложный выбор между такими важными задачами, которые нужно решать. Это повышает риски в том числе ядерной безопасности. Это тоже надо понимать. Еще больше они повысятся, если, например, Россия захочет запустить энергоблоки, о чем уже были, в общем-то, отдельные подозрения, опасения. И это будет, конечно, знаком о том, что ситуация сильно ухудшается. Есть сейчас, опять же, ситуация, связанная с военной обстановкой в этом регионе, конкретно в Херсоне, который сейчас ВСУ эффективно отбивает. И есть новости и подозрения о том, что может быть, допустим, повреждение каких-то гидроэлектростанций, Платин, Каховская ГЭС, которая держит, собственно, все водохранилище, на котором стоит Запорожская АЭС. Это может привести потенциально действительно к тому, что уровень воды понизится, и это будет влиять на систему охлаждения Запорожской АЭС. Пока нет каких-то серьезных, больших, там, объемных исследований, как это может повлиять. Тем не менее, определенные документы мы находили. Возможно, в текущем ситуации, когда станция остановлена, влияние будет не сильно критичным. Но что будет, если станция будет в другой ситуации? То есть риски есть разные. Ну и один из главных рисков связан с тем, что в начале октября Россия попыталась, там, подписали указ о переводе станции в российскую юрисдикцию. Назначен директор со стороны России, это бывший директор Балаковской АЭС. Это станция в России. Там стоят точно такие же энергоблоки. Она даже построена в то же самое время. И на самом деле, вот в Советском Союзе их строили параллельно, и предполагалось, что они будут вообще очень похожи. Даже так же по шесть энергоблоков. То есть поставили человека знающего, но при этом не только технически грамотного, выбирали того, который вообще, в принципе, пойдет на эту работу. На эту неблагодарную работу. Ну, в том смысле, что человек пришел откровенно терроризировать своих коллег из другой страны. Здесь уже вопрос о персональных санкциях должен встать в полный рост. И число российских специалистов, оно повышается на их станции. Это тоже опасный момент, потому что, ну, нельзя просто привезти специалистов и посадить их за ядерный объект установки. Пусть даже это похожий проект, но это, там, за 30 лет эксплуатации со времен распада Советского Союза, это уже совсем другая установка. И сейчас вот эта вся процедура перевода станции в российскую юрисдикцию, но она абсолютно, во-первых, это первый прецедент в мире. Даже если бы страны добровольно захотели передать одну станцию в другую, это заняло бы годы. Потому что нужно переоформить все оборудование, нужно переоформить все лицензии, протестовать весь персонал, который там работает на новое законодательство от той страны, в которой это будет работать. Везде свои особенности, нюансы. Это нельзя сделать быстро. Поэтому, ну, там написана такая абсурдная вещь о том, что лицензии, выданные Украиной, продолжают действовать в России. Тем не менее, ну, абсурд и непонятно, как это так происходит. И там производятся какие-то, есть информация, строительные работы, опять же, нарушение лицензии существующих процедур. Но, главное, опасность этого процесса, казалось бы, такого не физического, да, никто же здесь не стреляет, это касается только людей и каких-то бумаг и трудовых договоров. Но, на самом деле, как раз из-за того, что нельзя привезти других людей, там продолжает работать украинский персонал, его осталось мало. Там примерно половина того персонала, который был на станции до войны и до, собственно, ее остановки. И это уже влияет на яркую безопасность. То есть станцию, в принципе, нельзя запускать. Там просто не хватает людей. Это небезопасно. Поэтому все эти люди, это штучные специалисты, они все на вес золота. И Россия это понимает. Там тоже, в общем-то, специалисты. Ну, вот в ядерной технике, да, они пытаются уговаривать их. Ну, как уговаривать? В условиях войны уговор, это, в общем, перспективы понятны. И выбор у этих людей очень тяжелый. У них нет хороших вариантов. Либо ты идешь на работу в Росатом, и ты для Украины становишься коллаборантом. Это абсолютно реальная перспектива в текущей ситуации. Либо ты не соглашаешься, и тогда выбор еще хуже. То есть вопрос о жизни и смерти. Поэтому мы говорим о вопросах экологии. Мы говорим в том числе, я думал даже, как заканчивать это выступление, рассказать о ядерном оружии или об этих людях. Я думаю, что все-таки человеческая жизнь – это высшая ценность. Поэтому вот именно об этих специалистах мы должны помнить и говорить, и, ну, думать, как их спасать. Спасибо. Мы можем на вопросы. Да, не будем. Сейчас есть возможность задать вопросы. Если есть вопросы в зале, то мы передадим микрофон. Если пока еще не созрели в зале вопросы, я не вижу. Давай, Сергей, хорошо. Я на самом деле немножко буду спрашивать, может быть, глупые вопросы, потому что я тут видел просто, как Кириенко ходил по территории станции вообще, но особо не стал смотреть, что там на самом деле происходило. То есть там вообще какие-то решения были приняты после того, как вот он посетил эту станцию? Со стороны кого пришли? Ну, там, со стороны России в этом плане. Ну, я не слышал каких-то громких заявлений. Я тоже видел эти фотографии, но они не сопровождались какими-то там заявлениями. Поэтому, я думаю, принципиально мало, чтобы поменялось. То есть самое... С какого-то там запуска? Нет, не было таких новостей. То есть главное это было то, что вот перевод там в начале октября, вот эти указы подписаны, да, там были новости о попытках запуска блоков, но вот текущая ситуация, да, это вот МАГАТЭ как раз те инспекторы, которые там находятся, они информируют о том, что реально происходит. Потому что заявления делают много кто, в разной степени безответственности люди, а реально происходит то, что вот два блока сейчас переведены в режим горячего останова. Пока речь о том, чтобы запускать их прямо в энергетический режим, то есть запускать цепную реакцию, выводить их на мощность, вырубок электроэнергии, пока такой речи не идет. И на самом деле это невозможно юридически, потому что у России нет никаких прав на эту станцию. Кстати, МАГАТЭ так и продолжает называть эту станцию украинской, то есть они, вот я знаю, что очень много критики есть в отношении МАГАТЭ, но они на самом деле ни в большом, ни в малом России не уступают, называют вещи своими именами. Поэтому запускать эту станцию Россия не может, потому что у нее, у самой нет специалистов, и с юридической точки зрения международного права управлять этим объектом. Ну и технически там мало специалистов, там могут быть сложности с топливом, его, возможно, надо перегружать, опять же, в текущей ситуации это делать невозможно. Ну а вопросы ядерной безопасности. С учетом продолжающих обстрелов, рисков отключения от энергии сети, ну перевод этого объекта из менее опасного состояния в более опасное, когда он будет работать на мощности. Но это недопустимо, надо надеяться, что этого не произойдет. Дмитрий спрашивает в YouTube, есть ли информация о том, какое сейчас радиоактивное загрязнение вокруг станции, какой уровень? Запорожская АЭС? Да. Там, к счастью, не было, как я сказал, не было инцидентов с выбросом радиации на каких-либо объектах, которые подверглись атаке. То есть Запорожская АЭС, да, на 8 месяцев оккупации, но как бы энергоблоки работают. То есть опять же МАГАТЭ там было, провела инспекцию, выпустила доклад в начале сентября. Да, там по всем пунктам, там у них есть 7 пунктов безопасности ядерной, они все как бы нарушены, но как бы ядерная авария не случилась еще пока. То есть она все ближе и ближе, да, по разным аспектам. И по там физической безопасности, и по юридическим аспектам, и по персоналу, и по взаимодействию с регулятором и так далее, и так далее. Все хуже и хуже и хуже, но пока персонал, он выполняет, ну, героически свою работу, то есть они не довели до того, что и снаряды никакие не попали туда, где были радиоактивные материалы с их выбросом. Хотя такие риски есть. Там помимо реакторов есть хранилище ядерного топлива, рядом тоже прилетало, есть хранилище свежего топлива, туда тоже прилетало. Но пока, к счастью, эти объекты не повреждались с выбросом радиации. Поэтому единственное место пока известное, где были нарушения радиоактивного существующего уровня, и так, на самом деле, грязного, да, Чернобыльская зона, и разнос этой радиации куда-то за пределы этой зоны, в сторону Беларуси и в сторону, например, Киева. Эти вещи были, но количественные оценки пока еще надо будет проводить. Это вот работа для украинских ученых в первую очередь, ну и в рамках каких-то будущих программ по восстановлению, реабилитации территории, это будет, ну, пока это пока известный единственный случай, который нужно будет, над которым работать в этом плане. Здравствуйте, у меня Селла, спасибо большое за ваш доклад. Скажите, пожалуйста, такой немного тоже наивный вопрос. Поскольку эти обе системы энергетические были созданы в Советском Союзе, как сейчас обстоят дела с взаимодействием украинской и российской энергосистем, атомных индустрий, потому что, ну, там, очевидным образом, они должны быть до сих пор каким-то как-то взаимосвязаны, как это изменилось с началом войны, и какие риски это несет для тех оставшихся электростанционных. Это очень хороший вопрос, зря вы так смущались поначалу, он совершенно не глупый, он совершенно конкретный и в точку, на самом деле. Здесь важный нюанс, действительно, ну, украинская энергосистема в плане электростанций, там, основных ключевых узлов, это было заложено там в советские времена, и долгое время развивалась как единая система, да. Потом уже отдельные страны, они сами развивались, но тем не менее, системы были связаны. Интересный момент произошел буквально перед войной. То есть Украина, она, ну, по разным аспектам, так или иначе, интегрируется, идет в сторону Европы, да, в том числе в плане энергетики, в том числе в плане объединения энергосистем. И как раз вот за несколько дней буквально до войны совпадение это, или это как-то вот так получилось. Ну, вот так реально вышло, что Украина отключилась от российской энергосистемы, и она подключилась к европейской энергосистеме. Ну, я очень просто, это очень сложный процесс, к которому мы готовились годами, и там месяцы ушли на то, чтобы реально там настроить все оборудование, перевести чистоту и так далее, и так далее. И Украина переключилась, и на самом деле были большие, то есть то, что сейчас Россия наносит удары по Украине, это не только лишает Украину света и тепла, вот то, что мы видим прямо сейчас здесь, в прямом эфире, да, это лишает Украины прибыли от экспорта электроэнергии в Европу. Но, с другой стороны, это повышает возможности для помощи Европы, Украине, то есть они могут поставлять электроэнергию по этим же энергосетям. Вот, так что, ну, вот в таком вот состоянии, если я полно ответил на ваш вопрос, может, какой-то был еще нюанс. А само отношение именно атомных индустрий, то есть, я так понимаю, что утилизация отходов, так или иначе, должна быть как-то связана с Россией, там, ну, и в том числе есть самые разные интересы, в том числе влияние, так, через атомную энергетику, наверное, влияет на большую бизнесу. Ну, естественно, да, там, естественно, реакторы построены по проекту по-советскому, который используется и в России, но и в некоторых странах Восточной Европы. Этот вопрос, он тесно связан, между прочим, с санкциями на Русатом и вообще зависимостью Европы от российских ядерных технологий. Украина, да, она во многом была долгое время максимально интегрирована в российскую энергосистему и российские технологии, это поставки комплектующих для тех же типов установок ядерных, да, и запчасти, и так далее, и поставки ядерного топлива. Но Украина давно, так, целенаправленно, размеренно по существующему плану диверсифицирует поставки ядерного топлива. Ну, в любой ситуации, это случилось еще даже до Крыма, то есть этот план, он был абсолютно вызван даже не столько какой-то там, как это Россия объясняет, какую-то враждебную деятельность, да, это нормальный рыночный экономический процесс. Если у вас есть один поставщик какого-то важного для вас товара, вы абсолютно от него зависимы. Мы видим это сейчас по Европе, там, по другим странам, которые зависимы от российских углеводородов, да. Если у вас есть много поставщиков, ну, вы не так уязвимы в случае какого-то конфликта. Поставки ядерного топлива для вашей энергетики, которая дает вам 50% вашей электроэнергии от одного поставщика, это очень уязвимая ситуация. И это совершенно нормальное рыночное поведение, но здесь есть масса технических сложностей, потому что обычно там поставщик ядерной технологии, реактора, он разрабатывает и само топливо, ну, и зачастую его и поставляет. Другие поставщики, ну, они должны разработать эту технологию, чтобы поставить туда ядерное топливо. Это не нефть, это не газ, это не уголь, который во многом очень похож, в общем, в разных местах мира, хотя могут быть там химические разные отличия, но тем не менее вы можете привезти газ из Катары, из России или из другой страны. Да, ядерное топливо так завести нельзя. Поэтому в мире есть лишь две компании, которые поставляют ядерное топливо для вот таких типов реактора, которые в Украине, это ВВР-1000 основные, там 13 таких реакторов и 2 ВВР-440. Вот для основных ВВР-1000 сейчас поставляет американская компания Вестингаус, и Украина до начала войны, она уже загружала 6, но вот в течение этого года уже загружена в 7-й блок. То есть 7 реакторов из 13 такого типа уже работали, собственно, на американском топливе. Ну и в ходе войны уже Украина официально заявила, что теперь она полностью отказывается от российского топлива. Неважно, хватит им этого или не хватит для работы их энергоблоков, они и так уже, в общем, многие из них не работают, либо захвачены, либо там есть нарушения другого характера, либо потребность там в электроэнергии, она вообще-то во время войны сильно снизилась. Ну, сейчас вообще энергосистема разрушается. Поэтому этот процесс в Украине запущен, ну и будет дальше развиваться. То есть Вестингаус, скорее всего, будет и поставлять больше топлива для остальных реакторов, где пока российское топливо, и разрабатывать там на 2024 год запланированное испытание топлива для реакторов ВВР-440. Это еще важно для других стран Восточной Европы, где есть такие же реакторы. Это Чехия, это Венгрия, это Финляндия, это Словакия. Кого-то я, по-моему, забыл. Ну, в общем, 18 реакторов еще есть в Европе, которые работают тоже на российском топливе. Но поскольку Украина частично этот путь уже прошла, скорее всего, они тоже, может быть, не все, скорее всего, Венгрия, допустим, не захочет этого делать, да, по электром с обжирьем. В Финляндии, где есть два реактора ВВР-440 на АЭС Лавииса, у него тоже долгосрочный контакт до 2030 года, и пока не было заявлений, что они отказываются. Но Чехия, например, или Словакия, или Болгария, Болгария, вот, Болгария я забыл, в Болгарии и Чехии есть по два ВВР-1000. Они вполне могут перейти в ближайшие несколько лет на топливо Вестенгаус или французское, которое тоже разрабатывается. Так что этот вопрос, в общем, он важен для многих стран Европы. Ещё вопросы? Как, на Ваш взгляд, Россия может пойти против МАГАТЭ? Никита, я даже тебя не слышал. Как, на Ваш взгляд, Россия может пойти против МАГАТЭ? Ну, в каком-то смысле Россия уже идёт против МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ и, в общем, даже и Совет управляющих МАГАТЭ выпускал заявление о необходимости освободить Запорожскую станцию. Ну, Россия игнорирует заявление МАГАТЭ, высказанное в любом виде, в любом формате, любого уровня и статуса. Точно так же, как Россия игнорирует многие другие призывы, и главы ООН, и Совета безопасности ООН, есть вещи посерьёзнее МАГАТЭ, которые Россия игнорирует. Так что, да, она будет это делать, к сожалению. Поэтому я и говорю, что я не очень рассчитываю на то, что МАГАТЭ удастся добиться создания этой демилитаризованной зоны, но, тем не менее, они ведут эти переговоры. Они 6 месяцев, полгода они добивались визита на Запорожскую АЭС, но всё-таки добились. Это тоже, в общем-то, важный шаг. Может быть, эти усилия тоже не пропадут даром, какой-то эффект будет достигнут. Дмитрий, ещё в дополнение. Ты рассказал подробно про альтернативы для поставок топлива для украинских АЭС. А что с отработавшим ядерным топливом? Да, это важный связанный момент, потому что подход России был таким. Россия поставляет топливо, и через какое-то время, спустя какое-то время, увозит в себя отработавшее топливо. Формально на переработку с будущим возвратом образовавшихся отходов. Пока до этой стадии не дошло. То есть, на самом деле, в России хранится довольно большой объём украинского отработавшего ядерного топлива, который ждёт по Международным соглашениям, что оно будет переработано. Пока и мощностей, соответствующих в России, нет. Но долгосрочная перспектива была такая. То есть, такая была стратегия, что страна получает топливо, отправляет на переработку, отработавшая возвращает себе отходы. Ну вот такой цикл предлагался. То, что поставляет Вестингаус, вообще Вестингаус и американские компании, они поставляли не только топливо, но и подходы и технологии по обращению с отработавшим топливом. На той же Запорожской АЭС построена крупнейшая, то есть, собственно, она и крупнейшая атомная станция в Европе и в Украине. И там была построена и применена технология HALTEC, американской компании, по сухому хранению ядерного топлива. То есть, оно какое-то время хранится на энергоблоках холодных в бассейнах выдержки несколько лет, потом перегружается в такие большие цилиндры бетонные по 24 сборки. И вот примерно 180 сейчас таких больших контейнеров, это около 2000 тонн отработавшего топлива, хранится на открытой площадке. Это нормальный подход в том смысле, что он применяется и прямо в США, точно так же и в странах Европы. Вот эти контейнеры хранятся. Дальнейшая стратегия, на самом деле, не очень понятна, потому что это временное хранение, это недолгосрочное решение. И дальше, ну просто у страны есть какой-то временной лаг в 50 или в перспективе 70-80 лет, для того, чтобы принять какую-то стратегию по обращению с этим топливом. Либо его куда-то отправлять на переработку, точно так же, ну либо искать какие-то варианты его захоронения, но для этого нужна соответствующая инфраструктура и так далее. Ну вот такой подход применяется. В Чернобыльской зоне точно так же Украина уже несколько лет готовит, и недавно его перед войной, по-моему, не запустили, такое централизованное хранилище для топлива с других атомных станций у себя в стране, с других трех, да, то есть на Запорожской только с этой станции хранилище, в Чернобыльской зоне будет работать то, которое собирает топливо с других станций. Ну вот такой подход. То есть это, опять же, внедряется подход, который характерен для стран Европы и США. Хорошо, спасибо. Если вопросов больше нет... Спасибо. Спасибо.